Подскажите, вот это сейчас претензия получается к регион прессу? Претензия, это предупреждение по 315-й статье Уголовного кодекса о том, что вы предупреждаетесь об уклонении ответственности, что не оплачивать за должность. Ну да, так как я считаю, что это незаконная афера, но я не отказываюсь от решения суда. И соответственно, но в данный момент очень сложное финансовое положение, и я хотел бы, то есть по возможности, пока идут процессы и пока идут проверки Следственного комитета и прокуратуры по его действиям, которые он сейчас делает и совместно и с судом, и со всеми, значит, вымогает, получается у меня деньги. То есть по этому поводу у меня написано, и возможно ли хотя бы, чтобы исполнять вот эти требования суда, выплачивать минимально? Какая сумма может быть минимальная? Это вы можете обратиться в суд за рассрочкой, потому что я предоставлю рассрочку по закону, не имею права. Вы можете обратиться в суд на рассрочку, если суд принят решение, вы будете оплачивать, ну там, частично, да, потом они оплачивают. Какие-то суммы, видимо, суд назначит и будете оплачивать. То есть, ну, только так, иначе, ну, это все будет принудительно, то есть в виде отписания имущества, да, ареста. Понятно. А можно ли тогда, пока я буду подавать в суд, ну, вот, на вот исполнение вот этого, ну, и хотя бы минимизировать какую-то сумму, потому что я в такой ситуации получаюсь, значит, как-то отсрочить хотя бы на этот период? А вы можете написать, что написать, заявление на приостановление, но оно будет действовать в 10 дней. А в течение 10 дней вы сделаете что-то? Ну, я могу написать заявление и в суд, да. А можно это сделать тогда хотя бы с понедельника, потому что сегодня пятница, и хотя бы, чтобы 10 дней шли, да? Пожалуйста. Хорошо, спасибо большое вам. Главное, чтобы вы подписали мне предупреждение. Да, хорошо. Это требование предоставления документов. Хорошо. Да, пожалуйста. Чтобы просто для вас потом этой новости не было, что вы говорили, что вы вас предупреждали. Просто здесь напишите, что получено на руки. Одиннадцатая, девятнадцатая, девятнадцатая. Нет, это так себе тоже нужно? Да, да, да. Вы тогда после суда зайдите. Вы не могли бы после суда в третий кабинет зайти? Хорошо. Ко мне. Я буду ждать. Хорошо. Сейчас я съезу, но я вернусь. Да, хорошо. Так, понедельник, а есть возможность в вторник? Да? Я буду, да? Во вторник я просто напишу заявление в суд. И, соответственно, после этого там сколько они будут рассматривать, сколько дней. Почему? Потому что у меня на самом деле этих финансов нету, а мне надо... Вы будете именно подавать на рассрочку? Ну, пока получается... Потому что у вас обжалование? Нет, обжалование однозначно. Это будет высшую инстанцию. Вы обжалованы? Еще нет. Другая ситуация. Мне нужно уголовное дело. Сейчас Следственный комитет проверяет и заводится уголовное дело. Потом сможете все это делать? Вам надо сейчас это решение судебное, которое у вас по зарплате, нужно ему обжаловать, если вы с ними согласны? Потому что то, что вы там право уголовное будете вытянуть, да, резину, ну, это просто пройдет ваш срок и все. Не-не-не, я собираюсь. Мне просто сейчас Следственный комитет, они обещают, что они сделают эти, экспертизу. И мне не надо будет этих 50 тысяч платить. А на два этих 100 тысяч. С сегодняшнего дня вы уведомлены о том, что возбуждено исполнительное производство по делу. И с сегодняшнего дня в течение пяти дней у вас есть добровольный срок. То есть если вы в течение пяти дней не оплачиваете, то 7%, не менее 10 тысяч рублей вам нужно будет заплатить в доход государства. Ну, то есть к 80 тысячам будет еще 7%, но не менее 10 тысяч как в юридическом лице. То есть, ну хорошо, а если я заявление напишу на сушу? Если вы напишите на приостановление, а там дальше вы подойдете на расстройку, и суд примет в вашу сторону, то взыскивать этот исполнительный сбор, с вас не будет. Ну, вы, наверное, знаете, что происходит со мной и с вашим сыном. Почему я вот два дня назад был, только подписывал бумаги, что я уведомлен, и уже со счета у меня снимаются просто деньги, которые даже не мои. Послушайте, вы ко мне что от меня хотите? Узнаете, когда Татьяна Александровна, ой, Леонидовна будет, она будет повторной. От меня что сейчас хотите? Ну, смотрите, вообще, как даже по закону? Еще только суд прошел, и меня на основании того, что, честно скажу... Что творится в исполнительном производстве, Татьяна Леонидовна, я понятия не имею. Вы же знаете, что... Я не знаю, вы простите, кто... Я вообще журналист и портал о городе Кингисепп, Плюшко Виталий, которого просто мошенническим путем ваш сын выбивает из меня деньги, и вместе с вами. То, что касается сына, это все непосредственно с ним разговоры. С ним бесполезно говорить. Ну, ко мне тоже не надо... Ну, просто смотрите, у него 700 тысяч долгов, а с меня уже сейчас... Я даже еще не подписал бумаги. От меня что хотите? Ну, вы все-таки начальник, как-то... Конкретно от меня скажи... Вопрос задайте конкретный. Конкретный. Можно ли отложить, чтобы снимались деньги с фирмы? У меня сейчас под конец, я должен просто долги отдать. Все вопросы, Татьяна Леонидовна. Я ей задавал... Всполнительное производство, она процессуально свободный человек, я не могу. Она мне только говорила два дня назад, что да, мы подождем, только сегодня пришел 3000... Вопросы, Татьяна Леонидовна. Ну, а можно с вами вообще поговорить, как вот с родственником того, кто это делает? Ну, то есть вам без разницы, что он делает, какие сейчас проверки и что есть доказательства? Вы достаточно взрослый человек. От меня вы что сейчас хотите? Да я хочу справедливости. Вот мне, честно говоря, совершенно некогда с вами сейчас общаться. У меня куча работы. У меня просто ощущение, честно скажу, такое ощущение, что все связано и специально делается. Когда у него 700 тысяч, и с него никто не требует, а с меня, как только... И то он не работал, ничего не делал, и это доказано везде, кроме как в суде. Если бы было доказано, в суде не было бы исполнительного... Да, я не мог платить 50 тысяч за экспертизу. Есть исполнительный лист, все, все вопросы в суд. Вам что-то не нравится? Мы работаем на основании листа. Есть исполнительный лист. Ну, хорошо, я даже не подписывал еще бумаги, что я получил. Я получил только уведомление, что это будет. Мне сказали, что в течение 10 дней, но я сегодня, это два дня назад, сегодня я прихожу, уже со счета сняты деньги. Слушайте, я еще раз говорю, все вопросы хотят у меня иметь. Что творится в производстве, я не знаю. Я на проверку эти производства не брала. Вы что, меня снимаете? Да. Я снимаю, потому что мне придется делать целый фильм о том, как на самом деле из ничего делается афера. Просто реально, потому что мне нечего делать, мне приходится таким образом защищаться. Но я одного не могу понять, как мама. Слушайте, пожалуйста, выйдите отсюда. Я не ответила. Понятно. На все ваши вопросы я ответила. Мне сейчас с вами совершенно некогда общаться. Можно вот когда-то исправлю. Я подготовил, что в связи с новыми обстоятельствами, которые могут принести ясность действия Богданова, которые на данный момент рассматриваются в компетентных органах МГД, так и в Следственном комитете на вопрос возбуждения уголовного дела, усматривают преступления, деяния Богданова, которые вводят в заблуждение суд. На основании данных обстоятельств прошу приостановить выплаты по исполнительному производству. По такому-то и возбуждение, возбужденное дело Кингисепа. По отношению к региону трейсу прошу учесть, что ФСП в городе Кингисепа уже наложила арест на счет моей организации и в счет Богданов численно 32 тысячи рублей. Для моей организации это очень серьезные средства, за счет которых должен быть выплачен зарплату моим работникам, которые от расходы организации. Сейчас находится в МГД на тех основаниях проверки Следственным комитетом, которые они провели, они передали это в МГД и МГД сейчас должны начать проверку и вызвать меня. Я был, значит, три дня назад и вчера был, они сказали, что болеет этот человек, чуть-чуть подождите, мы вас вызовем и допросим и уже будем принимать решение. Это сейчас как раз находится на стадии, потому что Следственный комитет провел проверку свою. Следственный комитет провел проверку и сделал вывод о необходимости передачи дела в полицию. Да. Передано, вот у меня есть вот эти все... Материал проверки один был? Сейчас один был, да. Я имею информацию, что какие-то возражения, я здесь вижу, были направлены, есть направлены на материалы проверки, но беседуя с, кто проводит со следователем, он сказал, что это незначительные, которые просто поменены даты, попутаны и они сейчас доделывают и в понедельник они могут предоставить уже новое постановление. Вот это... Там идет постановление об отказе возбужденного дела, это когда Богданов пришел, ну я должен был исполнять решение суда по поводу книжки, что это нереально. И он подал туда заявление, они начали проверку и они его, значит, их определение такое, что отказать возбуждение уголовного дела, которое он просил, чтобы было по поводу книжки по сообщению о совершении преступления такого-то там 145-й статьи по основанию 24-го ПК, и выделить материалы, содержащие сведения о покушении Богдановым ФА на совершении преступлений, предусмотренных частью 3, 30, частью 1, 159-й статьи. Значит, и, соответственно, они усмотрели конкретно, что здесь есть, ну тогда признаки, а сейчас уже не признаки. Сейчас уже снялись 18 тысяч с меня и 14 тысяч. Но самое интересное во всем этом, что мы знаем, ну, может быть, это не касается дела, что у Богданова есть много таких же судебных решений, по которым он должен деньги. И ему должны были эти деньги не поступить на счет 18 тысяч, а они поступили к нему на счет, минуя все, хотя я предупреждал, и начальника, значит, судебных приставов, и... Скажите, пожалуйста, вы приставов уведомили о том, что рассматривалось и делалось судом, заявление о вашей расстройке и приостановлении? Приставов уведомлено приостановление, скажем так. Да, 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 но счет арестован все равно у меня... Непонятно, присаживайтесь, обсуждайте. Возможно ли хотя бы рассмотреть тот момент сейчас, чтобы приостановить на тот момент, пока мы истребуем, чтобы со счета не уходили деньги? Потому что это достаточно... Посмотрение судом заявления о рассрочке исполнения решения и приостановлении исполнительного производства является основанием для отложения любых исполнительных действий. Я не знаю, почему у вас производится соисполнение решения суда при наличии таких заявлений в законе о исполнительном производстве, я это написал. Я прямо скажу, что это отдельная тема, когда... Заявления поступили 22 декабря, после 22 декабря производились удержания, в том числе в январе? Конечно, 18 декабря, и самое главное, поступили к нему лично на счет, когда я прямо на камере... Меня вопрос интересует в январе, у меня были удержания? Да, 14 декабря. Но только у вас заявление есть, и приступ об этом изведен, что у нас заявление о рассрочении исполнительного производства. Но по закону об исполнительном производстве, там черно-подробная надпись на основании для отложения исполнительных действий является рассмотрение судом заявления о рассрочке. Вы просите предоставить рассрочку, ссылаясь на тяжелое финанское положение. 23 декабря мы отправили, что у нас заявление о рассрочке исполнительного решения. Следом отправляем о приостановлении исполнительного производства. Почему оно производит исполнение, это вопрос, через то вам оно не поможет. Да, я понимаю, но я прямо усматриваю прямое движение Федора Мама, она является начальником. И соответственно, всеми способами, я это потом могу доказать, идет то, что я ей говорил, предупреждал. И все равно это, я вчера это убедился, я не думал, что люди настолько нагло могут делать. Я перед Новым годом, есть на камере... Я вам разъясняю, вы можете обратиться к письменным заявлениям в службу судебных приставов, чтобы они отложили исполнительские действия до рассмотрения. Сошлись на закон об исполнительном производстве, хотя бы законы есть в интернете доступны. Таким образом вы можете обратиться. Мы уведомили службу судебных приставов и привыкли их к участию в деле. Что у нас рассматриваются два заединения, я вам в третий раз уже пишу. Я это не понял. О разручке и приостановлении исполнительного производства. Почему они не приостановили? У нас есть понятие обжалования действий службы судебных приставов. Они получили. Я больше чем уверена, этот документ у них есть в службе судебных приставов. Вот и все. Жаловы стояло, вы говорите, пишите, записывайте. А я вам сразу говорю, у нас законы пишутся на документах, на бумаге. Вы в суд обратились на бумаге. То, что вы видео записываете, ну и что. Я вам дальше разъясняю. В письменном виде. Я им писал два раза о рассрочке в связи. Я им писал на самом деле. Это проблема со службой судебных приставов. Пожалуйста, с ними общайтесь. Я еще раз вас спрашиваю, третий раз. Вы настаиваете на рассмотрении заявления о приостановлении исполнительного производства сейчас и рассрочке исполнения решения судебных? Вы встали и сказали, у меня проблемой на настоящее время ведется исполнение решения суда. Независимо от того, что в производстве суда идет в производстве. Ваши два заявления о рассрочке исполнения решения суда и о приостановлении исполнительного производства. Извините, вы как начальник судебных приставов, вы знали, что по региону прессу не должны были уходить деньги и куда-то уходить? По решениям суда. Сейчас в суде. Да, в суде. Судья сказала, что вам были 100% переданы документы, чтобы не изымались и не... Со счета денег. На этих денег, то есть этих документов не приходили. То есть не приходили к вам с суда? Я не видел. Чтобы именно не изымались эти... Ой, не перечислялись денег, я не видел. Вам не поступали никакие сообщения с суда о том, что нельзя снимать с регионов пресса? Потому что вы приостановились исполнительное производство? Нет. То есть сейчас именно судья сказала, что это не должно быть. Второй момент. Вы контролируете тот момент, куда уходят эти средства. Вы в курсе того, что у Богданова есть пять судебных решений, по которым должны, если даже поступать деньги, они должны туда уходить. Сейчас 18 тысяч поступили конкретно к нему на счет. Вот. Вы в курсе этого? Ну вот вы молчите. То есть вы не в курсе. В смысле на его счет? На его личный счет он получил деньги, снял с карточки деньги и положил себе в карман. Когда они должны были идти, если и то вы не имели права, что сказала сейчас судья, не имели права снимать эти деньги. Значит, если даже они пришли, они первые должны были пойти по тем долгам, которые у него, по банкам, которые на 500 тысяч у него долгов. Они туда не ушли. А они ушли конкретно к нему... По его долге? Какая разница про его долги? Так потому что афера происходит и совместе с вами. А вы должны вообще отслеживать счета у ваших должников? У меня должник регион пресс. У кого Богданов Федор Андреевич должником является, я не отслеживаю. Это не мое производство. Это тот пристав отслеживает, у кого он должником является. То есть вы конкретно взяли и отправили... У меня конкретно регион пресс. Богданов у меня взыскатель. А что у него еще за долги? А то есть вы не знаете, что у него долги вообще, как человек даже, что он здесь проработал столько и что у него столько долгов, вы не в курсе? Нет. Нет? Нет. Не сваливайте, никуда. Просто уже не получается с ними разговаривать. Это по школе, ну, по подбору. А этот Бабданов Федор вывели? Ну, он приходил, но он ко мне приходил. Да, это понятно, что не приходил. А у кого, у какого пристава? Ну, кто этим... И он обязан блокировать сразу? Ну, в принципе, у нас это управление обязывает делать. Бог, в случае, он должен быть блокированный. Так, кто приступ к Богданову? Да. Челноково, Алиса Роман Грозанова. Челноково, Алиса Роман Грозанова. Здравствуйте, я прошу прощения, конечно, что я с камерой. Значит, ну, здесь разворачивается так дела. Нет, я просто одно хочу сказать. 14 тысяч ушли куда? Ему опять? Или они заблокированы? Я очень не знала, что им очень много народу было. Я вообще вам не могу такую информацию давать, что вы не являетесь лицом в таком... Я понял, сейчас идет мошенничество, потому что судья сказала, не имели права снимать вообще с нас деньги. Я просто к началу не сказал. Начальник сейчас закрылся вместе с Богдановым, и не открывают. Вы занимаетесь тем, что отправляете конкретно на счет деньги, правильно? Угу. Богданова, и занимаетесь теми вопросами по другим его судебным производствам, правильно? Я хочу от вас услышать, что в следующий раз, когда вы будете отправлять деньги, вы не отправите ему на счет конкретно, чтобы он мог снять. Ну, а вы меня поняли, то, что я хотел донести? Да, я вчера вас поняла. Вы спросите, да? А подскажите, что он не работает, у меня деньги требуют, у меня уже начали сниматься деньги, то есть суды, сейчас идут суды, но я уже реально... Турктузу провела в Душко-Виталии, это Регион Пресс, значит, он говорил, что он работал на Луне, но он не работал там какой-то целый год, и вот за это деньги, короче, он целый год, и пока вот эти все лакиты идут, с меня уже начали снимать деньги. Я хочу узнать, они идут к ему сейчас конкретно, или, ну, здесь, я смотрел, что у него там где-то около пяти судебных решений, которые там по банкам, по всем вот этим. То есть, и вот эти деньги, которые, а у меня уже списали восемнадцать и четырнадцать тысяч, вот куда они сейчас, лично ему идут, или они, как-то, или закрытие вот этих? Ну, они на мигу, потому что у меня все счета арестованы, но у меня почему-то не одна копейка чуть не прошла. А вообще это законно, нормально? Как это вообще может быть? Ну, такая ситуация, смотрите, то есть вы расслеживаете счета, правильно? То есть, если где-то он откроет, у вас сразу же будет информация. Не, ну как же, мы сделаем запросы, там, как бы, кто может каких-то там коммерческих банков. А в Сбербанке у него может быть счета? Да, там кем не считали, все арестованы. Все арестованы. Ага. То есть, вас волнует вопрос то, что деньги, которые с вас взыскиваются, они шли даже не в долгах, не иму, да? Конечно. Дело в том, что мне в конечном итоге сейчас будут суды, я доблюсь реально правду, потому что и следственный комитет все провели проверку. На самом деле, это машина... А у вас как юрли кто, да? Да, да, регион Крест. Регион Крест. Там, чтобы где деньги-то должны... А, о-о-о, да. Другая ситуация, что, ну, возможно, я попросил здесь, что никуда не отсылайте, потому что сейчас судебные... Я все равно выигрываю судебные. А чем у тебя есть? Какая сумма была? 14 или 18. Интересно, у меня такое ощущение, что его кто-то консультирует. Он сам же сказал, о чем? То есть, и все уходило к нему? Да. Нет, одна сумму точно ушла, 18-я, на книжку. Но хотя вот тут постоянно делаешь запрос, не знаю, почему так. Я еще спросила Крестова, она же просто декретная ушла в отпуске, да? Я говорил с мамой, я прямо говорил ей на видео, это я все покажу. Я подходил и говорю, вы знаете, что ваш сын мошенник, и вы... Куда эти деньги пойдут? Они должны пойти. Она начальница, то есть, соответственно, она не пришла и вам не сказала. То есть, это как бесконфорность получается. Ну, не знаю. Я не знаю. Я ей лично задавал вопрос на камеру. Я говорю, куда эти деньги пойдут? Ему лично или в погашение долгов? Как по закону? Она говорит, нет, они не могут ему лично пойти. Так и она... Ты как раз что-то не делаешь? Нет, а я... Нет, я ей... Ему лично, как бы, это работа, а он заставит, как бы... Я согласен, мы должны хотя бы... Если бы у него не было никаких долгов... Ну, как бы, она, ну... Заставить за счет мы не делаем. То есть, вот, что-то арестован, как бы... Сбербанк, да, посылает нам. А так-то мы же не можем его просто как взять и отправить... Деньги, которые поднадлежат ему, как физлицу. С третьим лицом мы не можем отправить. Мы должны сам отправить ему. В банк, да. То есть, если вот арест успеют, как бы, снять, да, там, вот, видите, он еще как-то снова сменил. Сейчас он не взял, а сегодня одна заятка ушла. То есть, сейчас он получил 30... чем-то будет? 17. Все, все. Когда вы за это все не забываете? Да я не... Они автоматически вы с меня снимаете. То есть, судебные утрисовы, и мне эти деньги, наоборот, на зарплату, мне пришлось уволить людей, чтобы этот... А сейчас они идут просто этому мошеннику. Ага. Как у нас все получилось? Никогда я вообще не ожидал. Он работал у меня два месяца в 2014 году. Потом все, я его уволил. А у бухгалтерии неправильно, там, он не расписался в приказе. После этого начал... Через год, прошел год, в июле он призывает плюсы, что хотел. Аппарат должен был, там, телефон, все это. Меня забрал, то есть должен, наоборот, был мне. И тут присылают, что вы мне должны за то, что за то. Я смотрю, поднимаю документы, на самом деле, у меня это... Мы уже другая бухгалтерия. А я знал, что он уволен, у него не было. То есть, были нормальные отношения, он не работал, он у кого-то. И вот забот сейчас требует меня эту сумму. То есть, в конечном итоге, а вот поделы документы, все поделы документы. А мне, чтобы, просто очень хитро сделано, чтобы мне экспертизу сделать, одна экспертиза стоит 50 тысяч. Двух документов 100 тысяч. Он с меня требует 87. У меня судья спрашивает, но там явные, просто явные. Я говорю, мне надо 100 тысяч вложить, чтобы оправдаться. Но в конечном итоге, Следственный комитет провел, а они сделали сейчас все эти, что вы по-моему сделали. А что, кто же у вас обладает? Все, я всех уловил. Хорошо, а ты все. Да, все это оправданность с одного же. И самое интересное, что... С одного теста. С одного теста. И самое интересного адвоката, я еще поднимаю, я его пишу сейчас в книгу. С этим же это очень плохо, что это было судебный пристав. Это 100% будет отдельная статья, но я думаю, что это по маме будет. Потому что я к ней подходила, вы знаете, что ваш сын оправдан, что нечестно. Она сама знала, что он не работает. Да, так, у меня это тоже, наверное, тысяч человек. Я на Федоре пока раздумала, да, вот сейчас. Хорошо, она могла к вам подойти, то есть подойти. Я приходил где-то в месяц, ну какой, нет, после Нового года, а перед Новым годом, я приходил... Я ей лично задавал вопрос на камеру, я говорю, куда эти деньги пойдут? Ему лично или в погашение долгов? Как по закону? Она говорит, нет, они не могут ему лично пойти. Так и она... Ты как, почему ты... Нет, а я, я, нет, я... Почему лично они не могут подрабатывать, а он выставит как бы... Нет, я согласен, мы должны хотя бы, если бы у него не было никаких долгов, Ну как бы, она, ну... Заемный зачет мы не делаем, то есть вот что-то арестован, как бы... Сбербанк, да, поцелает нам, а так-то мы же не можем его просто как взять и отправить деньги, которые поднадлежат ему, как-то из лицу. Третьему лицу мы не можем отправить. Мы должны сам отправить ему. В банк, да. А вот если вот арест успеют как бы снять, да, там вот, видите, он еще как-то снова сменил. Сейчас он не взял, а сегодня одна заятка ушла. То есть сейчас он получил 30... чем-то будет? 17. Все, все. Когда вы сказали, что они заливали еще? Да я не... они автоматически вы с меня снимаете. То есть судебные приставы, и мне эти деньги, наоборот, на зарплату, мне пришлось уволить людей, чтобы этот... А сейчас они идут просто этому мошеннику. Любой счет открыт, в любом банке. А вы сейчас не сделаете эту сумму? А тут кто не должна открыть этому, потому что сегодня только она еще ушла, только заявка прошла. За три дня, а обращение сразу из искания. Завтра уже будет. Судебный вечер уже по-другому. Смотрите, я вас прошу. Можете взять на контроль? Вот именно по Богданову. Он сейчас будет открывать. Мне ладно туда-пуда. Пусть я буду с вас там. Но это реально мошенник. И, соответственно, я вас прошу, что возьмите на контроль, чтобы не одна копейка у вас есть такой. Сколько сюда эти... А потом просто получится такая ситуация, что он здесь должен... Только я знаю, что это... Я стану в самую последнюю очередь. Эти же возвращать надо без денег. И... Чтобы четко мне понимать, прямо на камеру, потому что вижу везде ложь и вранье по отношению ко мне. Значит, можете сказать, приходили ли какие-то оповещения о том, чтобы... Что ведется в суде дело? Приходило только что, что заявление подано в суд. То, что приостановление... Приостановление у вас было в декабре, там, до Нового года, получается. Больше никаких заявлений о приостановлении об отложении не попало. Я 11-го числа об отложении еще одно приносил. И принес это заявление, чтобы только не было никаких списаний. Это по внос отложился, потому что, там, следственный комитет провел, значит, все действия, сделали экспертизу. И по Богданову, наоборот, на него заводится уголовный... Ну, это вы пока еще только в суд написали заявление, да? Да, да. То есть еще не было... Нет, а сейчас по отложке, там, на 24-м, то есть по-первыхому. А это... На какой сло? На 24-м. На 24-м? Да, то есть там это заседание. Ну... А вот это, это сейчас полностью, что... Это дело, чтобы оно было пересмотрено. Потому что там, по вносу, отлично обстоятельствам... Не смотрели, если бы мне тут его подписали. Ну, не понимаете, как я это буду, я... Потому что вы камерой были заняты, надо было как-то медленно почитать, чтобы потом не переживать. Я поняла вас хорошо. Да, копию можете снять? Ну, это я вам оставлю. Нет, это я оставляю, а копию мне... Вот это вот, пожалуйста. Да, да, да. Извините, вы получите заявление о... О приостановлении. Потому что у меня же уже все кончено. Приостановили. А, так я писал такое? Да, вы писали, но мы же с вами сделали приостановление до 2-го июля. Да, да, да. То есть сейчас, понимаете, вы мне заявление так принесли в суд, ну, то, что вы подали. Ну, мне теперь надо приостановить производство. То есть такой, как я... Да, ну, только пишите в основании об этом заявлении, что там по вновь открывшимся обстоятельствам. Угу. И в связи, я... Какие-то... Я два заявления, которые были записированы. Первое я до Нового года сделал. Второе я сделал 11-го числа, после праздников сразу же, чтобы дальше отложили дело. Я это конкретно приносил и даже основание писал, почему нужно это сделать. Сейчас также является, опять же, блокированным счетом. То есть если сейчас приходят деньги, они, опять же, будут списываться. Пока да, они будут приостановлены. Но я не вижу, что было после дни, после Нового года. Я 11-го, у меня даже есть это на камере, что я приносил заявление и давал о приостановлении. На камере я давал. Вот девушка здесь сидела, которая как ее... Приостановление? Да. Приостановление не было, что она была. Что-то было с 11-го года. У меня есть копия с печатью. 11-го числа, у меня было только заявление о пересмотрении судебного решения. Может, присоединитесь. Ну, есть копия, но давайте копию посмотрим. Смотрим, я сделаю себе копию вложу в производство. Кода 15-го, 11-го, 12-го. И больше не было? 22-го года. Смотрите, а вот это... Дело в том, что меня могли ввести в заблуждение. Вот это не является заявлением, чтобы вы приостановили. Это ваше в суд заявление? Да, ну и как раз просили, что если вы подаете в суд, то сразу же принесите нам. Это чтобы не знали, что вы подали в суд. Да, то есть в этом случае вы... Нет, мы не приостановили, пока нет определения. А может быть, они вам не дадут рассрочку. Можно, потому что видео является доказательством. Я вас прошу очень внимательно отнестись к этому делу, потому что я заявляю, везде заявляю, это афера. Сейчас каждое звено участвует в этом. И если вы лично будете отправлять эти деньги, которые придут, если все равно не заблокирован счет, как судья сказала, вы не имели права это делать. Соответственно, ну просто как человек, я предупреждаю об ответственности вас, как гражданина. Просто чтобы вы не делали преступления. Нет, ну понятно, я говорю, ну просто вот в производстве, если бы было в производстве, да, я бы ничего не сделала, да, я бы не перечислила эти деньги. То есть в производстве у меня заявления нет. Я, соответственно... Сейчас я могу еще дополнительно написать? Так у вас копия с собой? Нет, у меня не с собой, они, ну, документы. Мне надо сейчас ее брать и ехать и приносить. Ну, приносите, может быть, завтра, если вы не хотите. Я его завтрашним джерном приостановлю. Хорошо, а сейчас вы приостановить никак не можете, если у меня сейчас придут деньги, они в любом случае спишутся, правильно? Ну, сейчас, сегодня деньги не пришли. Если вы завтра, отпустим, с утра принесете заявление о приостановлении, да, из пункта, например, у вас, я приостановлю. Если завтра где-нибудь придут, то я думаю, что я его с вернем их обратно. Вы можете подойти, я сейчас принесу, я его сейчас постараюсь найти и принести. Вот, пожалуйста, смотрите, оригинал от 11.01.16 года. Начинаем. А как оно могло к вам не попасть, это заявление? Может быть, это они на ней не попередали, она куда-нибудь сюда взяла. А может быть, что она, дело в том, что я ее снимал и на камеру, что она конкретно, мошенница, вместе с мамой, специально его спрятали. Может быть, такой, но вот как... Если вы не знаете, как бы, закона, я думаю, что судья больше знает и меня, и вас, она сказала, как только выносится вот это решение, и любое идет дело, не имеют права блокировать счет. Ну, у вас, получается, и раньше заблокировали, чем... И тогда тоже это было противозаконно, потому что всегда, до Нового года, уже было дело и были заявления в суд. И на основании вот этого не имели права вообще снимать ни копейки и даже блокировать счет, когда дело в суде. И судья конкретно сказала, что я лично знаю, что получали приставы, именно вот эти уведомления о том, что дело продолжается и что нельзя снимать деньги. Ну, я говорю, я 15 часа только взяла, это, с принудительного производства, ничего не могу сказать. Слушайте, нет, разлокировать, мы вам не сможем счет, пока не будет окончательного решения суда. То есть мы приостанавливаем, да, деньги, мы ему не перечисляем, они висят у нас. То есть сейчас в любом случае деньги будут к вам уходить? Да, но они будут у нас на депозите. То есть когда будет окончательное решение суда, либо ему, либо вам эти деньги. То есть когда будет окончательное решение суда? А вы это точно знаете? В смысле? То есть вы подкованы именно в этих законах? Почему? Потому что судья по-другому говорит. Конкретно она говорит, не имеют права блокировать счет и деньги уходить на счет приставов. Почему они имеют права? Ставлю в курс, что я получил такую информацию от суда, и в самое ближайшее время мне нужно платить зарплату людям, мне нужно платить за аренду офиса. В какое время вы сможете изучить и принять решение? Ну уж, сегодня, завтра, то есть до понедельника я постараюсь все это сделать. Хорошо, потому что, я не знаю, если приостанавливаем, то мы в принципе только приостанавливаем, да, действия определенные. А какие, например? Ну, то есть перечисление тех же самых денежных средств. Если изначально... Сейчас я посмотрю, когда... Подождите, то есть получается вот этот, сейчас я 11-го давал, деньги 14 тысяч, те, понятно, были до Нового года списаны, хотя тоже я писал рассрочку, а не успел написать, потому что там даже не знал, потому что обдурили. Вот эти... Просто вот эти бумаги, которые вы смотрите, я по-нормальному пришел, и мне просто сказали, ну подпишите там то-то, то-то, это мы просто как бы... А потом в суде будете разбираться, там то-то, то-то, просто чтобы приняли к делу. И через два дня... А вы, получается, пришли, когда уже обращение было сделано? Да, понятно, мне даже не то, что я пришел, а привели судебные приставы. Ну, не насильно, правда, они попросили, когда было судебное заседание, кстати. Судебное заседание именно по этому делу. Одиннадцатого числа, одиннадцатого декабря отсрочить. Угу. То есть вот это я пишу, это одиннадцатого двенадцатого я пишу. Да. И восемнадцатого у меня снимают восемнадцать тысяч. Я отсюда зашел. Можете сказать, вот я давал заявление такое, одиннадцатого, ном первого, шестнадцатого. Сюда, в этот... Значит, мне подписали, что приняли, вы же подписали, что вы приняли его. И, соответственно, его нету в деле, и его нету в деле, и поэтому четырнадцать тысяч снято со счета и переведено Богданову, который уже получил их наличные. Как у вас происходит? Вот я вам пришел, написал? Да, это было... Ну, в деле у того, кто ведет, его нету, вот этого заявления. Ну, я не знаю, что у меня было. У меня тут Белобородова. Белобородова. Ну, потому что... У нее это... Она говорит, у нее в деле нету. Ну, она с пятнадцатого числа. Она с пятнадцатого числа приняла это дело. Та, я понимаю, что ушла в отпуск. У меня отпуск. У меня отпуск уже нету. А вы отдавали кому? Ну, я должна была отдать. Я не помню, значит, у Белобородова я отдаюсь, да, какой пристав? А долго вообще по времени это идет? Значит, у Белобородова отдавала. У меня общая, наверное, на самом деле быстро отдает. Ну, то есть, я так понимаю, что здесь пройти через... Вот в эту же дверь и отдать, правильно? Конечно. То есть, вы в тот же день ей передали этот документ? Ну, как начальник расписал. Ага. Начальник же сначала расписывает у вас документы. То есть, значит, Богданова, а как зовут? Валентина Павловна. Валентина Павловна. Богданова Валентина Павловна забирает у вас эти документы и потом расписывает. Я ей отдаю, да, она расписывает, и потом я отдаю, какой пристав занимается производством. Угу. То есть, смотрите, вы можете вспомнить, то есть, она расписывает кому вот это производство, и вы сами уже несете и передаете, правильно? Конечно. А могло быть такое, что вы передали начальнику, и когда вы получали уже расписанные документы, не было вот этого документа? Такого, чтобы вы отнесли? Ну, это не давно прошло время, 11 число. Ну, представляете, сколько у нас документов? Вообще, нам начальник все отдает, я передаю все пристав. Угу. Я не могу запомнить прям все документы. Я знаю, что я все отдаю. Так это ты принимала, или... Да, да, я... Ну, это я принимала. То есть, если бы было вот это заявление у вас, то до 14-го числа никуда бы ничего не уходило Богданову, правильно? Да. То есть, соответственно, как-то оно не попало к вам, и, соответственно, вы не приняли... Ну, вы сами видите, да, в принципе, что тут у меня есть. Угу. Понятно. Прошу прощения, скажите, я подумал, что вы в отпуске, но оказались вы на месте. Скажите, в отпуске? А скажите, как не проконтролировали, что все-таки Богданову конкретно, лично ушли деньги? 18 тысяч и 4 тысяч. Да, вы прекратите, пожалуйста, снимать и... Подождите, я свои права, я свои права хочу, потому что по-другому с вами нельзя говорить, потому что по-другому не могу говорить, потому что снимаются аферистами деньги, реально. Судья вчера сказала, что я вижу, что потом об этом... Нет, пока суд не признала. Я понял, значит... А что вы так отзываетесь-то? Значит, другого у меня... Может быть, тоже проходимец может так назвать. Судницы пришли. Я понял, каким образом здесь делалось. Зачем вы отзываете? Значит, смотрите, судья сказала, не имели права с меня снимать вообще деньги. Рассмотрение судом заявления о рассрочке исполнения решения и приостановлении исполнительного производства является основанием для отложения любых исполнительных действий. Я не знаю, почему у вас производится исполнение решения суда при наличии таких заявлений. В законе о исполнительном производстве я это написал. Почему они не приостановили? У нас есть понятие обжалования действий службы судебных приставов. Они получили. Я больше чем уверена, этот документ у них есть в службе судебных приставов. Она была удивлена. В данном производстве выявляться должны помочь. Сейчас я позвоню, кто-то спросил. Пожалуйста, выйдите со своей фотокамерой туда, без фотокамеры и в приемный день. Пожалуйста. Понятно, а вы обещаете, что вы не будете нарушать закон? Я вам еще раз сказала, выйдите отсюда, пожалуйста. Сегодня неприемный день со своей камерой. Людям не надо мешать заниматься бизнесом и... До свидания. До свидания.